Я мечтаю о своей кухне и о своем ресторане. Ну, бывало, бывало. Бывали такие моменты, когда ты не успеваешь, а вот тебе еще хочется, хочется, хочется вложить и там доукрасить, докорректировать, а времени уже нет, и у тебя просто это выхватывает с рук и говорят, надо отдавать. И ты такой отдаешь. Она, конечно, хорошая, но ты знаешь, что может лучше. Жаль, конечно, но отдаешь. Мне нравится в моей работе драйв постоянно, что-то делается, ты не сидишь на месте, что-то готовится, жарится, парится, выдается. Ведь даже иногда этот хаос, вот этот неразберихи, бывает и такое, ну, это все в кайф. Я помню этот запах даже. Такого запаха нигде нет. Когда я возвращаюсь в эту кухню, бывают моментами, когда приезжаю, прихожу в гости к ним, я помню тот запах. И вспоминаю всегда первый день. Я пришел, мне дали очень много рыбы, мне очень приятно пахло, я ее разделал. Ну, бывает то, что блюда возвращают. Чаще всего это то, что гость не знает, что он сам хочет. Заказывают стейк с кровью, а потом возвращают и просят его дожарить. А провалов таких, таковых не было, по сути. И надеюсь, что не будет. Стараюсь, чтобы такого не было. Ну, для меня это небольшая победа, ну, как-то раз мы встречали президента в Боровом. Для меня это прям очень такой эмоциональный момент был. Мы запекали рыбу. Это был Дмитрий Медведев. Конечно, мы сживую их не видели. Это было все очень жестко. Мы просто готовили для них. Мы готовили очень большую рыбу. Это был лосось. Это было три лосося больших. Но я конкретно готовил их. И много еще чего было. Там было по цехам. Я был при крыке рыбе и занимался ей. Еще со мной было несколько ребят. Но я был очень юный и помогал в основном. Да, проверок было очень много. Не самих блюд, даже самих поваров. Там, наверное, каждый час-два проверяли. Руки, ноги, карманы. Все-все-все проверяли. Внешний вид, сам книжку, врач ходил, проверял блюда. Все по тысячу раз перепроверяли. Тяжело было эмоционально. Потому что в таких условиях работаешь очень редко. Ну, само собой. Влияет. Но если я чувствую, что это не то, я это никогда не отдам в зал гостям. Я попрошу, чтобы перепроверили мои ребята. Либо же попробовали. Если я чувствую, что это не то, то я никогда это не отдам. Но настроение в любом случае влияет на повара. Очень важно приходить с хорошим настроением на кухню, с улыбкой, с энергией. Заряжать этой энергией всех на кухне. И заряжать эту энергию сами блюда, чтобы гости чувствовали. Мне очень нравится моя профессия. Я уже знал еще в школе, что я буду поваром. Она дает мне очень много возможностей в плане общепита. Это то, чем я интересуюсь. И она открывает очень большие возможности для меня. Сами эмоции заставляют оставаться на кухне. Бывали такие моменты, что я хотел все бросить, уйти, но нет, никогда не брошу. Я мотивирую себя сам и мотивируют мои цели на будущее. То, чего я хочу и кем хочу быть в дальнейшем. Ну, такового авторитета нет. Просто есть те люди, на которых ты, возможно, был бы похож из поваров. Есть такие люди, конечно, на кого ты равняешься сейчас. Но я хочу быть тем, на кого равняются. В Ферсте я посоветую складывать ребрышки. Наши подушки – это нежнейшие ребра, которые у нас томятся около 6 часов при низкой температуре. И прям мясо тает. Я сам, нет-нет, поедаю их. Будьте здоровы, ешьте вкусно.